Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Юлия Нацаканова. О том, что происходит в России и мире, расскажем прямо сейчас, коротко о главных темах. Объединиться против зла. Буркина-Фасо и Мали усиливают борьбу против терроризма. Метод кнутая пряника. В Великобритании мусульманок научат английскому языку по новой методике. Врачам запретят уходить в частные клиники без опыта в государственных учреждениях. И встреча на Невском пятачке. В Петербурге почтили память героев прорыва блокады. Вместо террористических атак посетили главы правительств Буркина-Фасо и Мали. В пятницу вечером в столице Буркина-Фасо исламисты атаковали кафе Капучино и затем ворвались в отель Сплендит и захватили заложников. На ответственность за атаки взяла группировка, связанная с Аль-Кайдой в исламском Магрибе. Эта же группировка совершила подобное нападение в столице Мали в ноябре прошлого года. Тогда вооруженные террористы захватили заложников в отеле Радисон. Премьер-министры Буркина-Фасо и Мали договорились совместно противостоять растущей угрозе со стороны исламских боевиков в Западной Африке. Существует очень сильная политическая воля со стороны двух государств, пожелавших объединить усилия для борьбы с терроризмом, который теперь стал транснациональным явлением, затрагивающим все наши страны. Детали будущего сотрудничества главы правительств пока не раскрывали. Известно лишь, что страны будут обмениваться секретными данными и проводить совместное патрулирование. В течение многих лет исламские боевики базируются на севере Мали. Власти Буркина-Фасо обеспокоены тем, что их малозащищенная граница с соседним государством может стать транзитным пунктом для террористов. В Токио первый снегопад вызвал коллапс. Город оказался не готов к такой природной стихии. Нарушилось расписание поездов, людям не хватало такси. В итоге многие опоздали на работу. Каждый пришел в офис сегодня на час позже, поэтому начали работать с опозданием. Это немного хлопотно. Я удивилась, что в Токио снега больше, чем в Тиби, откуда я приехала. Тающий снег превратил тротуары и дороги в каток. Снегопад в Токио явление редкое, но хотя бы раз в году его не избежать. Правительство в Великобритании готово выделить 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы дать возможность всем живущим в стране мусульманским женщинам выучить английский язык. Об этом сообщил премьер-министр Дэвид Кэмерон. Тем самым британские власти хотят облегчить интеграцию мусульманок и снизить их восприимчивость к пропаганде радикальных исламских группировок. Мы хотим построить более интегрированное, сплоченное общество, единую нацию, где каждый может в полной мере использовать свои таланты. Нельзя иметь в страну возможность, если некоторые люди не способны говорить на ее языке. Во многих случаях это происходит не по их вине. Они оказываются в ситуации, когда их призывают не интегрироваться, не выходить на улицу, не учить язык. Это очень плохо, и это должно быть изменено. Сегодня в одной лишь Англии проживают порядка 190 тысяч мусульманок, не говорящих на английском языке. Новые правила для жен-мигрантов начнут действовать уже с октября нынешнего года. Переходим к событиям в России. Минздрав разрабатывает нормативный акт, который запретит молодым врачам работать в коммерческих структурах, не отработав определенный срок государственных медицинских учреждениях. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, подобный опыт существует в Великобритании. Срок отработки врачей там составляет 5 лет. Министр уточнила, что сейчас в заинтересованных структурах идет обсуждение временного отрезка, который будет принят в России. Но подчеркнула министр, это не будет более 5 лет. Скворцова также выразила мнение, что для решения проблемы дефицита кадров регионам нужно активизировать работу среди школьников по профессиональному медицинскому ориентированию. Вчера жители города на Неве отметили важную дату, день, который стал переломным в истории Ленинграда. 18 января в ходе Великой Отечественной войны произошел прорыв блокады. В 73-ю годовщину этого события в Петербурге и Ленинградской области прошли памятные мероприятия и патриотические акции. На легендарном Невском пятачке состоялась межрегиональная акция на рубеже бессмертия. Более 500 человек пришли возложить цветы и почтить память героев, несмотря на 20-ти градусный мороз. Традиционным местом для памятной акции также стала легендарная блокадная полынья. К спуску реки Фонтанке пришли ветераны Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, школьники и воспитанники подростково-молодежных клубов Центрального района. Наша съемочная группа пообщалась с участниками событий. Сегодня к этому месту приходят по случаю и по велению сердца. Однако более 70-ти лет назад прийти сюда, к спуску реки Фонтанке, было жизненно необходимо. Отсюда жители блокадного Ленинграда черпали ледяную воду для питья, о чем огласит надпись на этой плите, ставшей своеобразным следом роковых сороковых. Эта дата, 18 января, является особенной для всех россиян и, конечно, петербуржцев. В далеком 43-м, среди беспросветной череды блокадных дней, появился луч надежды. Холодной январской ночью в результате операции, проведенной войсками Волховского и Ленинградского фронтов, советские войска разорвали кольцо блокады. Говорит Москва, в последний час успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда. Тогда у истощенных, но не сломленных ленинградцев появилась надежда на то, что родной город будет спасен. Мы, конечно, всегда слушали радио, но сказать, что мы сразу обрадовались, о, это прорыв, это уже все. Нет, мы радовались, что прорыв. Мы радовались вообще всяким успехом. А сказать, что мы были уверены, что это последний успех, этого пока еще не было. Поэтому все это было так. Ну и радовались, что и надежды, надежды, просто надежды встречали этот день. К моменту прорыва блокады в Ленинграде оставалось около 800 тысяч человек. В ту страшную зиму люди из последних сил шли к легендарной полынье, не зная, вернутся ли домой. Я помню, как мы ходили с мамой сюда за водой. Это для меня святое место теперь. Люди встречались здесь, рассказывали друг другу, кто что слышал, кто что узнал. И тут, конечно, было много и слез, и радости, и всего было. В этот памятный день у мемориала героическим защитникам Ленинграда ежегодно собираются те, кто чтит свою историю. Здесь, на спуске к фонтанке, сегодня возложили цветы и зажгли свечи в память героев войны. Участники акции прочитали отрывки из блокадных дневников и стихи Ольги Бергольц, а из колонок, как и 73 года назад, доносилась седьмая симфония Шостаковича, ставшая символом возрождения надежды. Инесса Буланкова, Данил Кидзюшевский, Новости ТБН. В редакцию нашего телеканала обратились друзья Венгловской Аси. Ей 31 год, и в июне 2015 года врачи поставили ей страшный диагноз – мелкоклеточный рак правого легкого четвертой стадии. К сожалению, данный вид рака из-за своей агрессивности и скорости развития в 99 случаях диагностируется уже только на четвертой стадии. Было пройдено три курса химиотерапии, но они не дали положительных результатов, оставив массу побочных эффектов после себя. Продолжение лечения химиотерапии невозможно из-за высокого риска развития осложнений, угрожающих жизни. Особенность расположения опухолей и ее размеры делают ее неоперабельной. На сегодняшний день есть лечение, которое дает положительную клиническую картину. На начальном этапе лечения представляет собой курс противоопухолевой терапии из восьми внутривенных капельниц. В России данный препарат не продается, но есть возможность покупки его в Германии. Стоимость одной капельницы – 5250 евро. Это 428 190 рублей. Несколько капельниц уже сделано. Лечение дает положительную динамику. Объявлен срочный сбор средств для лечения девушки. Каждый из вас может оказать свою финансовую помощь. Всю информацию вы можете получить на официальной страничке АСИ, адрес которой вы видите на своих экранах. Все вместе мы сможем спасти жизнь молодой и красивой девушке. Ведь рак – это не приговор, а лишь долгий и дорогой путь к выздоровлению. В Индонезии обезьян спасают из выгоревших лесов, браконьерству и вырубки. Их единственной средой обитания добавилась еще одна беда – лесные пожары, которые бушевали на острове несколько месяцев. На помощь приходят природозащитники. Сначала три часа на машине вглубь выгоревшего леса, потом пересаживаются на лодку в поисках орангутангов. По их подсчетам, в этом районе их около 30. Как правило, выясняется, что орангутанг страдает от недоедания. Мы не можем спасти всех орангутангов, потому что за один раз мы можем транспортировать только несколько. Спасатели ездят по реке туда и обратно уже месяц. За это конкретное путешествие удалось найти три орангутанга. Шесть часов пути вниз по течению обезьяны попадают в новый дом. По данным природозащитных организаций, за последние шесть лет число орангутангов на Индонезийском острове уменьшилось наполовину. В Гонконге побить рекорд по массовой дога-йоге. Интересный вид спорта трактуют так – собака – друг человека. И про нее не нужно забывать даже во время занятий йогой. К этому призывают любители так называемой дога-йоги. Занятия проводятся вместе с домашним питомцем. Это состязание длится полтора часа. 270 пар – человек-собака – укрепили свое здоровье и наслаждались обществом друг с другом. Чувствую, что это просто замечательно. По-настоящему близкое общение с моей собакой. Сердцем к сердцу. Мне нравится. Хочу сделать это снова. Мы можем заниматься йогой с собаками. Такие занятия особенно актуальны в мегаполисах, где у людей очень мало времени, чтобы побыть с теми, кого приручили. Люди в Гонконге очень заняты работой почти круглые сутки. У многих есть домашние питомцы, но для их выгула обычно пользуются услугами помощников. Но если вы приходите на занятия дога-йогой, у вас есть по меньшей мере час, чтобы повзаимодействовать со своим питомцем. Только вы – ваш любимец. И между вами никакого телевизора, никаких звонков по телефону, интернета и фейсбука. Новый рекорд еще должен быть подтвержден книгой Гиннесса. Но организаторы мероприятия уверены, что он побит. Предыдущий был установлен год назад в Сан-Диего. Там дога-йогой одновременно занимались 265 пар. Ученые США сделали сенсационное исследование. Мозг у злых людей меньше, чем у добрых. Вывод нейрофизиологи сделали на основании исследования. На томографе 226 добровольцев. Из них 168 обладали невыносимым злым характером. Остальные – веселым нравом и устойчивой нервной системой. Авторы работы утверждают, что мозг злых людей меньше, чем у добрых. Но этого мало. В мозгу злодеев серого вещества намного меньше, чем у добрых. Отсюда исследователи сделали вывод – человек рождается добрым или злым. То есть все дело не в воспитании, а в природе человека. Пришло время перейти к новостям культуры. Я передаю слово Анне Коваленко. Московский драматический театр имени Пушкина откроет шекспировский фестиваль в Чикаго, сообщает агентство ТАСС. В течение 2016 года в Чикаго пройдут более 850 мероприятий, связанных с памятной датой – 400-летием со дня смерти Шекспира. Среди них спектакли, концерты, литературные вечера и выставки. Центральным событием станет международный шекспировский фестиваль, который откроется спектаклем «Мера за меру» Московского театра имени Пушкина. Режиссером выступил англичанин Деклан Доннеллан, известный всему театральному миру своими шекспировскими постановками. Неоднократно мастер работал и в России. Спектакль побывал с гастролями в Испании, Франции и Великобритании. Теперь же в рамках фестиваля его увидят и зрители США. Наша редакция продолжает следить за развитием событий и информировать об этом вас. У меня на этом все. Я напомню, что все новости доступны на сайте телеканала, а также на видеопортале YouTube. Хорошего вам вечера и смотрите международные новости. Субтитры подогнал «Симон»